Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Добрый вечер. Совсем недавно я тут рассказывал о нехороших людях, которых обозвал злобными импотентами. О том, что встречаются на нашем пути люди, которые нас разочаровывают, мягко говоря. Мягко говоря, подбрасывает нам в бочку с медом свою ложечку дегтя. Такая современная индустрия, сетевой маркетинг, порождение 21 века. И надо же, есть такие люди, которые портят нам, вставляют палки в колеса. И всегда хочется ответить им и как-то реагировать на них более сильно, мощно, как-то так отбрить, чтобы им мало не показалось. И вот читаю книги, литературу. Раньше я помню у нас, я сейчас давно этим не занимаюсь. Давным-давно все это повыбрасывал из головы своей даже. Работа с возражениями. Слушайте, сколько я изучал этих возражений. Как ответить? Заучивал наизусть. Если так, то так. А если вот они так говорят, то я тогда так отвечаю. Работа с возражениями. А истина-то она простая. Давным-давно открыта. И не кем-нибудь, а Господом Богом. Вот читаю сегодня 26 число притчи, глава 26. Смотрите, что для нас написано про злобных импотентов. Второй стих. Как воробей спорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Если вас незаслуженно проклинает какой-то нехороший человек, вы должны знать. Это как воробей, как ласточка. Все его проклятия, все его заклинания и кресты, которые он ставит на нас и на нашем бизнесе, не сбудется. Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых. И дальше. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. А я вам что говорю? Лучший способ борьбы со злобными импотентами – игнорировать их. Делать вид, что их нет. Не вступать с ними в борьбу ни в какую. Дальше. Не отвечай снова, но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Это как раз о том, о чем я говорил. Я говорил, что неопытные люди втягиваются в дискуссию, начинают писать в этом форуме, выворачиваются наизнанку, до пота, до рвотного состояния. Криком кричат, хотят доказать правду матку и действительно говорят хорошие вещи. А он глупец. И когда ты это делаешь, то он становится мудрецом в глазах своих. Он думает, вот это я его мочу. А надо, что не отвечать глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобными у. Все написано в Библии, друзья мои. Дальше. Что влагающий драгоценный камень в прощу, то воздающий глупому честь. Проща это такой инструмент для метания камней, туда закладывается булыжник и кидается, чтобы в башку врагу попасть. Но если ты влагаешь туда драгоценный камень, то кто ты? Так вот то же самое, кто глупому честь воздает. А как глупому воздает честь? Его слушают. С ним общаются как с умным. Приводят ему аргументы, какие-то факты, цифры, пытаются что-то доказать, тратят на него силы и время. Так тогда возникает вопрос, на кого ты похож? Ты похож на человека, который влагает драгоценный камень в прощу, если ты воздаешь глупому честь. Ты выбрасываешь драгоценные камни, ты мечешь бисер перед свиньями. Еще раз говорю, не общайтесь с теми, кто глуп, кто говорит глупости. Игнорируйте их. А они будут все равно возвращаться, они будут все равно вас ловить. Им надо подкормиться. Вот в комментариях тут написали люди, что они вампиры, им нужна наша энергия. Они без этого не могут, они без нас не могут. Их глупость прекращает становиться глупостью, когда они с нами общаются. Если мы втягиваемся в этот процесс, то вот они тогда и сильны. Но то, что они будут продолжать, пожалуйста, 10 стих или 11. Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Он будет повторять это снова, снова и снова. Ваш продукт не работает, потому что вот вы дураки, вас надули, вы туда и вот эта вот песня. Ваш сетевой маркетинг, ваш... Или еще двадцатый стих. Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает. Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает. Уголь для жара и дрова для огня, а человек сварливый для разжения ссоры. Вот он для чего нужен. И что они делают? Смотрите, они работают, зная, как психологически устроен человек. Все здесь написано в бюлле. Я просто в шоке, я потрясен. Как будто я это первый раз читаю. Сто раз прочитал это, наверное, поэтому я и говорил такие вещи. Дальше. Слова наушника, как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Когда он говорит тебе, новенькому человеку, или недостаточно опытному, а твой спонсор вор, говорит он. Или он говорит, что, а вот твои братья по бизнесу, это не такие чистоплотные, как тебе кажется. Или там они тебя обманывают. А ты знаешь, что это? А ты слышал? Или, а вот ты знаешь. А компания-то ваша говорит, ты знаешь? А тут написано, что слова наушника, наушник это тот, кто тихо, тайно на другого клевещет. А слова наушника, я не знаю, я телевизор не смотрю сейчас, но вчера я зашел, чай пил, включил телевизор в соседней комнате. И включил телевизор, а там про Фурцеву фильм идет, и там у Хрущева какой-то человек сидит, ну из его окружения. И между прочим, между прочим, между прочим, сказал, что кто-то там рвется к власти, и наверное и Фурцева туда же. Смотришь, всех разгоню, разъявился Никита Сергеевич Хрущев, и заседание ЦК там, и эту Фурцеву уже из секретарей ЦК вычистили. Вот, в чистом виде, потому что слова наушника, как лакомство, мы готовы служить, как сладкий мед, для нас наушничество, для большинства. Дальше. Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное. Вы слушайте, что говорится. Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенная уста и сердце злобное. Пламенная уста и злобное сердце. Вот они на форумах выдают некоторые мастера. Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его, предупреждает тебя Господь, Бог. И если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. Вот у нас народное собрание на форуме, вот они там чистят нашего брата. Но, дальше написано, кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, тому он воротится. Люди, вся мудрость здесь. Для того, чтобы противостоять в этой жизни обстоятельствам, наушникам, злым, нехорошим людям. Чтобы не ввязаться в общение с глупыми и не уподобиться им. Чтобы иметь мудрость во всех, на всех путях своих, надо полагаться на Бога. Тут написано, полагайся на Бога, а тот, кто надеется на себя, тот глуп. Я вам рекомендую, читайте Библию, молитесь и обращайтесь к отцу своему, который любит нас, ждет, когда мы к нему придем, попросим помощь. И он готов нам помочь. Я это ощущаю, вот я это ощущаю каждый день. Я уже говорил здесь, рассказывал, мне еще предстоит все это рассказать. У меня есть определенные планы. Но я вам хочу сказать, что если бы не Бог, я бы никогда не зарабатывал деньги. Я бы не смог. Если бы не Он, если бы я не научился у Господа нашего, Иисуса Христа, тому, что Он меня научил, как надо действовать, у меня бы ничего не было вообще. Весь секрет бизнеса для успешных, по-настоящему успешных людей, я еще только начинаю, как говорится, потому что я совсем не так давно к Богу пришел. Но тот, кто хочет иметь силу приобретать богатство, тот должен просить Бога, чтобы Он ему помог. Потому что все у Бога в Его руках. И мудрость вся, и знания, и силы, и здоровье, и способность противостоять злобным импотентам и другим людям, которые встречаются на нашем пути. Я желаю вам удачи, пусть вас Бог любит. А Он вас любит, это сто процентов. Сто процентов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok